Привет из Киева, столица Украины. Если вам интересно, как дела обстоят с колорадскими жуками в Украине, то это видео для вас. Меня зовут Виктор Фурзов, я кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Академии наук Украины. И почему о колорадах? Да, потому что колорадский жук, тот жук, который распространился везде. На Украине, в Белоруссии, в Российской Федерации, вообще он дошел уже в Сибирь и дальше на Дальний Восток. Вот такой оказался вредный жук. А что же с ним в Украине? Да, то, что он подкушает себя спокойненько, кушает и раздевается. Мое прошлое видео называлось, вы можете поискать его в интернете, Виктор Фурзов. Биологический метод борьбы с колорадским жуком. Я рассказывал о том, что есть животные, есть насекомые, которые питаются на колорадском жуке. А вот сейчас я хотел показать, что жук спокойно себе развивается, какое состояние. Вот вы знаете, что жук откладывает вот так яйца на листочки, оранжевые. А вот уже и личинки, при спокойной себе, вылупились. И вот я за 5 минут собрал такую баночку свеженьких колорадских жуков. Конечно же, им тут жарко, парка. Но это самый простой метод борьбы такой ручного сбора с колорадского жука. Потому что вы не применяете химию, вы можете собирать в мыльную воду или, например, в керосин. Больше соберете, больше будет колорадо в вашей ловушке и меньше они повредят картошку. Вот картошка уже сейчас, 25 июля 2015 года, начала уже завязываться. Уже такая крупненькая появляется. А колорады прекрасно себя чувствуют, поедают картошечку. Кстати говоря, на мой сюжет подкликнулись некоторые садоводы, любители, которые говорят, ну почему же все знают, все знают, вот мало кто применяет. И никто не хочет пытаться это применить. Ну потому что это хлопотно. Хлопотно, а все, что хлопотно, оно всегда требует финансовых вливаний, исследований. И хлопотное дело, за ним нужно следить. А вот побыстрее, если вам хочется побыстрее. Всем привет! Вам интересны методы борьбы с колорадским жуком? То это видео для вас. Вам интересны, какие есть биологические методы борьбы с колорадским жуком? То это видео для вас. Только что я снимал сюжет сдачи про колорадских жуков, и закончилась электроэнергия в пленке. И я поэтому решил продолжить этот сюжет, набрав вот колорадских жуков, как вы видите, в чашку Петры, и показывая их здесь, уже в лаборатории. Меня зовут Виктор Фурсов, я кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Академии наук Украины в Киеве. Сегодня я показываю колорадских жуков, потому что это объект всем известный, крайне неприятный, и, конечно же, с которым приходится бороться всем садоводам, всем фермерам, и, конечно же, причиняет много хлопот. Как же с ним бороться? И откуда взялся колорадский жук? Вообще говоря, есть миф, что колорадского жука забросили к нам американцы из штата Колорадо, наверное. Он обитает в Америке, в Северной Америке, в Южной и Центральной Америке, и происхождение этого жука, по всей видимости, относится к центральной части Америки, к Мексике, где обитают несколько видов, близких к колорадскому жуку, которые питаются на посленовых. А вот колорадский жук попал в Европу, оказывается, не после Второй мировой войны, он попал уже в Первую мировую войну и дошел фактически от границ Франции до границ Германии, и попал фактически даже и в Германию. Но тут началась Вторая мировая война через некоторое время, и уже после ее окончания мер контроля никаких не было произведено, и жук через Украину распространился практически очень далеко на запад, вплоть до Сибири. Сейчас колорадский жук, конечно же, вредитель, и с ним нужно бороться. Но я хотел бы сказать прежде всего о биологических методах борьбы, потому что я работаю в отделе систематики энтомофагов, и биологических методов борьбы с вредителями. О колорадском жуке написано многое, и методы борьбы с ним частично уже изучены. Прежде всего обнаружено, что есть энтомофаги, насекомые, которые питаются колорадским жуком, питаются его личинками, питаются яйцами колорадского жука. Например, описан, опять же, из Центральной Америки, яйцеед Эдовум Путлеры, который уничтожает яйца колорадского жука. Однако, в условиях Украины и России, Сибири тем более, где морозы, он не выживает, потому что он теплолюбивый вид. Небольшого мелкого наездника из семейства Эвлафида. Я не говорил уже в предыдущем видео, но стоит повториться. Кроме того, изучено, что личинок уничтожает муха Тахина, ее личинки, такая Тахина, как Торифорофага, из рода Дорифорофага, а также личинками питаются клопы из рода Подизус и Перелиус. Также изучено влияние на уничтожение личинок колорадского жука клопом-щинником Пиромерус бидос, такое латинское название. Но эти виды, которые природных энтомофагов, их разводить в лаборатории достаточно сложно, хотя разработана методика разведения клопа Подизуса в лаборатории и выпуска природных условий, где он уничтожает личинок колорадского жука. Но вот считается, кроме этих видов природных энтомофагов, которые, конечно, в центральных районах Мексики и Центральной Америки есть и другие виды энтомофагов, которые просто не изучены к настоящему времени. Их тоже можно было бы вполне эффективно использовать для борьбы с колорадским жуком. Ну вот, придумали еще также в результате исследований биологический метод борьбы с помощью различных микробиологических препаратов, а также нематодных препаратов, потому что у жуков, так же как у многих других насекомых, имеются болезни, болезни микробного свойства, вызываемые особенностью, в том числе, например, бациллюст-терингензис, а также болезни, вызываемые нематодами, или попросту говоря, гельминтами, гельминтами насекомых. Так вот, разработаны такие препараты на основе бациллюст-терингензис, который называется БТБ, битоксибацелин, препарат, который называется Колорадо, препарат Акарин, Новодор, Фитаверм. Я не уверен, что сейчас все они полностью используются для борьбы с колорадским жуком. Возможно, что некоторые уже и отошли, и не используются, потому что все препараты должны регистрироваться, обновляться, и если их эффективность не подтверждается, то они вычеркиваются из списка используемых. Кроме того, разработаны такие два нематодологических препарата с использованием нематод против жуков, которые называются немобакт и энтомоэнтонем-Ф. Это на основе энтомопатогенных нематод, как я говорил, гельминтов насекомых, которые ослабляют жуков. И также ослабляют и уничтожают, фактически, личинок жуков. А вот что же делают микробиологические препараты? Конечно же, они прежде всего вызывают нарушение развития личинок, вот на основе битокси-басилина, то, что я рассказываю. И личинки в результате этого начинают, у них появляются тератологические изменения, они плохо линяют, и появляются различные уродства. Если все-таки они линяют и превращаются потом в куколок, а потом в жука, то часто до 60-80% самки теряют в своей плодовитости. То есть самки откладывают значительно меньше яиц. Конечно же, кроме вот таких микробиологических методов, самый распространенный это агротехнический метод, а также просто механический сбор вот этих жуков, столь ненавистных многим садоводам, механическим способом. Но кроме всего прочего, мои подписчики начали дискутировать, и некоторые начали писать, что мы купили вот очень устойчивые сорта. Картофельный, например, приводился в сорт Дуняша и какие-то другие сорта, не буду их рекламировать, поскольку, возможно, эти сорта даже немножко вымышленные. Дело в том, что если сорт является достаточно устойчивым, что это вызывает определенные сомнения, и даже не сомнения, а убежденность в том, что этот сорт специально разработан с устойчивостью к колорадскому жуку. А какие сорта у нас разработаны в устойчивость к колорадскому жуку? По-моему, в странах бывшего Советского Союза таких сортов нет. А сорта все идут из Западной Европы, из Америки. И сорта это генмодифицированные. Генмодифицированные устойчивые сорта. А здесь их назвать уже можно и Машей, и Дуняшей, и Матрешкой, как угодно. Лишь бы они не давали развиваться жуку. Жук питается листьями, немножко повреждает их, личинки питаются, а потом прекращает развитие, потому что такие сорта содержат специальные вещества, которые ядовиты для личинок и взрослых жуков колорадского жука. Так что вот такие генмодифицированные сорта иногда встречаются и распространяются как бы немножко нелегально различными распространителями, поскольку они, в общем-то, устойчивые, хорошо приживаются, не вымерзают, и постепенно их различные фирмы рекламируют. О вреде или не отсутствии вреда на таких сортов можно очень много дискутировать, поскольку это специальная тема для дискуссии. Думаю, что я оставлю ее в комментариях. Вы можете подискутировать, насколько вредны или не вредны генмодифицированные сорта картофеля. Так что вот такой сегодня сюжет про колорадского жука. Я покажу его еще немножко и поближе к вам, хотя вы его прекрасно знаете. На макро я его сниму вот здесь в чашечке Петры, посмотрите его сразу же после видео. Пару сюжетов крупного, красивого, яркого колорадского жука, с которым приходится бороться. Вот и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы в гугле работаете. И пишите комментарии, если вы работаете в гугле. И, конечно, кликайте на лайк, если вам это понравилось. И просто пишите комментарии. Всегда рад вашим комментариям, позитивным или критически настроенным, но объективно критическим. Будем улучшать видео, будем снимать новые сюжеты про жуков и про других насекомых. Так что, всего доброго, до следующих встреч. Пока-пока, привет из Киева, столицы Украины. С вами был Виктор Фурсов. Пока-пока. Смотрите мой канал про природу насекомых, путешествия и про много других интересных сюжетов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok